Фонд по безопасности в связи вот с этим конфликтом российско-украинским. Ноутбук или компьютер остается наиболее уязвимой точкой, потому что там многим компаниям вообще не до кибербеза. Охотились прям за и-клаудами людей, у которых много крипты. Мы видим огромное количество взломов и утечек в российских компаниях. Для крипты использовать какой-то отдельный браузер. Да, не только в Украине, но вообще по всему СНГ. Если сольют это, разрушится в 10 раз больше семей. Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. И как вы видите, ваш любимый Сергей Никитин, он же мистер Вод. И он же владелец крутого очень канала по кибербезопасности в Ютубе. Ссылка в описании. Киберликбез. К сожалению, не часто снимает. Человек занятой. Возглавляет сейчас сингапурский офис групп Айби. Но мы немножко его времени украдем и поговорим, как сейчас развиваются в интернете информационные события, войны, атаки, ДОС-атаки в связи с происходящим конфликтом между Россией и Украиной. Так что на канал его подписывайтесь и пишите ему, чтобы чаще снимал и вопросы, и темы, какие вас интересуют, под каким-нибудь последним моего видосом. Обязательно пишите. И я напоминаю, что спонсор нашего выпуска сегодняшнего криптобиржа WhiteBit. Ссылка в описании. Наши друзья. У них есть, помимо основных функций, которые есть на любых других криптобиржах, у них есть смарт-стейкинг, когда вы свою крипту можете просто хранить на своем аккаунте, на WhiteBit. И вам за это начисляются деньги, потому что WhiteBit использует это в торговле, там дает вашу крипту для своих трейдеров при маржинальной торговле, а вы с этого получаете определенный процент в том числе. Итак, Сережа, расскажите нам, пожалуйста, что вы как на острие находитесь, ваша компания, киберинциденты и так далее. Что начало происходить, вообще какой информационный фонд по безопасности в связи с этим конфликтом российско-украинским? Слушай, ну на самом деле я тут немножко не на острие, потому что Сингапур далеко от Европы. И у нас здесь свои атаки, свои политические, в том числе, всякие моменты. Все боятся Лазарус, например. Так, на самом деле, наверное, самое главное, что бросается в глаза, это резкое снижение телефонного мошенничества, да. Ну вот этих самых колл-центров, сотрудники Сбербанков. И сначала это просто были мемы, да, там такие, ну, ироничные. На самом деле, действительно, вал звонков очень сильно снизился. Вот, потому что огромное количество этих колл-центров находилось в странах СНГ. Да, не только в Украине, но вообще по всему СНГ. Но там сначала были события в Казахстане, сейчас в Украине. И действительно, вал именно телефонных мошенничеств просто стремительно упал. Это, наверное, какая-то позитивная, единственная позитивная вещь среди этого. Вот. А так, ну, мы видим различные взломы, да. Но, как правило, я уже об этом, кстати, говорил в прошлых выпусках. Вот все эти политически мотивированные взломы, там, мы взломали сайт, не знаю, там, президента или там еще чего-то. Но это же все сайты просто открытки, да. Это все сайты, ну, да, визитки, они не несут, ну, это разве что какой-то, не знаю, репутационный ущерб. Но никакого реального именно такого, какого-то серьезного ущерба оно не несет. Если говорить про какие-то чувствительные вещи, мы видим огромное количество взломов и утечек в российских компаниях. Да, и, ну, регулярно публикуют дампы самых разных вообще сервисов. Вот та же Яндекс.Еда, да, из последних прям такая чувствительная. Я смотрел как-то карту. Яндекс.Еда и СДЭК, они появились в Глазе Бога, кстати, ссылка тоже в описании. И там, знаешь, что интересно стало, вот в связи с этим, какие возможности появились. Образно говоря, ты вводишь там Кузнецкий мост 22, к примеру, да, или Лубянка 2, или Лубянка 10. И ты, в принципе, понимаешь, кто где работает. Потому что заказы-то доставлялись и на работу многим сотрудникам спецслужб и так далее. Антипов-то повыпиливал, конечно, ну, многих сотрудников. Но в целом корреляции, вот я даже каких-то там, не знаю, там мне пишут, там, проверь, там, девушка моя эскортница или нет. Вот, есть подозрения, да. И стало очень легко в связи с добавлением данных Яндекс.Еды вычислять. Вот я недавно пробивал там одну девушку, да, там обоснованные подозрения были. Потому что у нее адрес один был, ну, домашний ее, куда она заказывала еду. А второй адрес, наиболее частые заказы были, это просто борделя какого-то. Одного из известного достаточно. Ну вот, так что утечки, они вроде как, несмотря на то, что там инфа, допустим, о кредитках не утекла. Но вот даже такие утечки, они много для репутации могут сделать. Думаю, вы все слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке. Который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, FIO или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема, глаз бога постоянно удаляют из телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяют. Ссылка в описании. Про индекс инду, во-первых, я увидел, что все коды домофонов утекли во всех домовых чатах. Я вижу, там все срочно меняют коды домофонов, потому что все утекло. Второе, да, как ты сказал, про работу. Я тоже сам себя смотрел просто до моего отъезда в Сингапур. Очень часто я заказывал еду на весь отдел, ну, как раз там Яндекс, Деливери, ну, а потом мне ребята скидывали просто все. И так исторически сложилось. Там часто писали оборот в месяц, вот. И я тоже такой думаю, неужели я там на 200 тысяч, по-моему, мог заказать, что это вообще такое было. А потом я понял, что я же никогда не считал, сколько в сумме я заказываю на весь отдел. Допустим, если целый месяц заказывать еду, там может быть приличная сумма. Поэтому это забавно, да, это забавно просто, ну, такое. Вот мне даже интересно стало, ты напомнил сейчас я кого-нибудь, чьи у меня телефоны есть из ваших в прямом эфире пробью, но мы, конечно, не покажем. По-моему, у меня Пашей из вашего PR-службы есть телефон. Да, вот сейчас я открою как раз глаз Бога, и мы посмотрим, заказывал ли он на работу, да? Наверняка, наверняка. Я помню, что начался карантин, и были локдауны, не работало ничего. Можно было только доставки заказывать, и мы как-то подселены доставки, а потом они стали еще и по деньгам удобные. И так потом уже после локдаунов почти все время что-то и заказывали. Ну, стали намного больше заказывать, в таком случае. Так, ну вот я нашел, у него оператор Теле2. Понятно, что он работал раньше в Форбсе, но это мы с тобой знаем. Так, Фио. Фио даже у него и жену, понятно. Татьяна у него жену зовут, не знаешь? Слушай, я не знаком, не знаком, не знаком. А на какой улице у вас офис был, вот где мы снимали? Шарико-Подшипниковская. Да, вот, и получается заказывают, у него 5 адресов здесь, бульвар такой, а нет, 4 просто на русском и на английском. Короче, один из бульваров московских, потом улица Ялтинская и Шарико-Подшипниковская улица, дом 1. А, ну все, подъезд, этаж, квартира, офис не записано. Два автомобиля, дата рождения, 41 год. Ну, в общем-то, все и есть. Репутация, ну, добавим ему репутацию, что палец лайки ему поставим, да. Интересовались им 5 человек всего лишь, но мы 6. Хорошо, вот видишь, да, даже вот такая утечка, вот уже говорит домашний адрес. Но, самый интересный момент, вот жена тебя пробивает, например, да, и смотрит, что что-то ты частенько заказывал Яндекс.Еду, оказывается, на какую-то конспиративную квартиру, о которой никто не знает. Ну да, опасно, опасно, опасно наверняка может, может, вообще, это как, помнишь, когда появился первый этот самый, как же он назывался, бот, который просто расшариваешь телефонную книгу свою. Гетконтакт. Кто, кого, как записан. Да, 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 Гетконтакт, там же куча семей была разрушена. Но я, когда разговаривал с ребятами, ну, обсуждали сетели эту утечку, а там разные из банковской сферы, из Кибербеза, там разношерстная компания, было, они говорят, главное, чтобы не слили два сервиса. Первое, это Уилли такси, да, это премиум-класса. И второе, говорит, флау-вау, то есть для заказа цветов, подарков. Говорят, если сольют это, разрушится в 10 раз больше семей. Представляешь? Да, так что утечки, как бы, вроде безобидные, но вот даже, видите, ребята, то есть не заказывайте на конспиративную квартиру через какие-то крупные сервисы. Так, хорошо, утечка с ДЭКа. Я видел там просто огромный массив адресов, как бы, вот такой практической пользы, как мы сейчас обсудили, для Синтера, да, как Яндексе, да, она, в принципе, не несла. Ну, массив данных и массив данных. В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hove и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео. И вот в этом углу экрана. При регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл. На сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные кампании по доставке и покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. А что еще из крупных утечек попадало в поле вашего зрения за последнее время? Я просто помню, что там в какой-то момент прям в валах был. Я уже сейчас... Ну то есть самое интересное было Яндекс.Еда, поэтому я сразу про нее вспомнил. Можно просто прям посмотреть хронологию, как это происходило, но чего-то прям такого сверхъестественного нет. Это просто в очередной раз показывает о том, что, к сожалению, там наш закон о перстданных, который вроде бы и принят и должен исполняться, исполняется, судя по всему, спустя рукава. В большинстве случаев за всеми этими утечками стоят не какие-то супертехнологичные взломы, а просто халатность и безалаберность. Кто-то там переносил с базы на базу старую, забыл погасить, забыли открытый порт, забыли стандартные реквизиты доступа к какой-нибудь, не знаю, там, эластику. Ну, то есть, вот почти все время утечки, они просто до безобразия, ну, просты. Да? И это вот, именно это печально. Ты сейчас работаешь на международных больше рынках. Я знаю, что в США, например, я читал в своем уголовном деле когда-то штрафы за то, что персональная информация утекла от клиентов в сеть, чувствительная, включая кредитные карты и прочее. Она там сотни миллионов долларов достигает, если крупная утечка какая-то. И поэтому это одна, кстати, из причин, да, почему компании об этом, ну, о какой-то краже данных, о хакерских атаках предпочитают умалчивать, потому что сильно большие штрафы. Но по закону они как бы должны сообщать. Но это на Западе. То есть разница, да, между тем, как это выстроено на Западе и у нас. Может, в двух словах. Вот ты сказал, что у утечки у нас закон о персональных данных, все на него положили болт. Нет, ну, как бы, не то, что положили, да, но просто видно, что он работает плохо, да, работает плохо, и там, в общем-то, много регулирования. Но тут-то вопрос в том, что нужно, чтобы безопасность была не бумажной, а практической. Да, то есть в этом основная мысль. То есть ты можешь соответствовать там всему по какому-нибудь ФВЗ, ФВЗ, а на самом деле просто, чтобы все это нормально работало, тебе приходится держать еще какие-нибудь там дополнительные, не знаю, базы вне этого защищенного контура, иначе ничего толком не сконнектить, и где-то там что-то утекает. В общем, все это такое напоминает некую профанацию. Значит, по поводу международного опыта. Во-первых, очень важно, какие регуляторы. Во многих странах многие регуляторы, они обязывают сообщать обо всех кибератаках себе как минимум, да, то есть не обязательно публично, иногда нужно только себе сообщать. И за сокрытие там еще, там сроки просто, да, то есть там не обязательно штрафы, там могут быть и сроки за ответственных лиц. Второй момент заключается в том, что все зависит от отрасли, да, то есть там, допустим, в финансовой сфере у страховщиков там более жесткое регулирование, где-то оно менее жесткое. Вот как там считать, например, сервис доставки, да, то есть там в разных странах это может быть относиться и к, там, торговле, а может относиться и к IT-сервису, ну, очень по-разному, в общем, это все сделано. Тут вопрос-то в том, чтобы все это регулирование, оно подталкивало к реальной защите, да, а в России очень часто регулирование подходит, подталкивает к тому, как бы обойти регулирование. Вот основная разница, да, в подходах, хотя, конечно, безалаберность и утечки встречаются на Западе, ну, и тут на Востоке, ничуть не реже, и там истории про потерянные ноутбуки, незашифрованные и прочие вещи, оно имеет место быть. Взломы хостинг-провайдеров, например, когда у хакера получили доступ ко всем хостируемым сайтам, да, вот я такое встречал уже тут. Это такое, оно, люди везде одинаковые, да, но смысл законов сделать так, чтобы их было легче соблюдать, чем обходить. У меня тоже в моем прошлом встречались базы данных целых хостинг-провайдеров, и я просто сидел тупо от нечего делать, ну, в качестве развлечения дефейсил просто все сайты, которые лежат на данном хостинге, то есть элементарно. А если коснуться, все-таки сравнить, да, защищенность, допустим, техническую сугубо русских компаний, ну, я имею в виду постсоветского пространства, СНГшных и западных, то есть все, кто все-таки больше, понятно, что взламывают и тех, и тех, и, наверное, с одинаковой легкостью, но кто сильнее все-таки защищен вот по твоему какому-то личному, объективному, либо субъективному опыту? Могу похвалить российский банкинг. Я думаю, что это связано просто с огромным количеством атак, которые на них были в прошлом, и они через какое-то время, ну, реально выстроили работающую информационную безопасность. То есть российский банкинг очень хорош и по качеству услуг, да, и по возможностям приложений. Сейчас я могу сравнить, например, с местными банками, да, и, в общем, до какого-нибудь Тинькова, там, да, здесь просто еще, не знаю, годы, годы эволюции. То есть, например, банкинг в России, мне кажется, что он точно лучше защищен. А с другой стороны, опять же, все зависит от страны, да, то есть, ну, например, Сингапур, это там совсем маленькая страна, очень и очень обеспеченная, с компаниями, которые могут себе позволить, там, и средства защиты, и специалистов. И, ну, главное просто заморочиться, да, обратить на это внимание. Опять же, и мошенничество встречается, и скам. Здесь даже можно посмотреть статистику местной полиции. Там, типа, три четвертых всех преступлений недавно были с преступления, связанные с мошенничеством в интернете. Да, это я имею в виду вообще всех зарегистрированных заявлений. И об этом памятки постоянно выходят. То есть, здесь есть еще местное киберагентство по безопасности, CSN называется, Cyber Security Agency. Оно регулярно тоже там оповещает, проводит какие-то учения, брошюры. Недавно была волна скамы по местным банкам, ну, по клиентам, да, то есть на банке это напрямую не влияет, просто фишинговые смс-ки с левыми ссылками. Опять же, после этого была огромная компания, там, с плакатами, оповещениями, такими, что, например, ты даже заходишь, не знаю, заплатить за электричество, а тебе напоминают, что, в общем, враг не дремлет, будьте аккуратны, ссылки в смс-ках не открывайте. Ну, такая системная работа, я вот о чем. А с другой стороны, здесь есть другие страны, там, Филиппины, да, где вообще большая часть кэша, там, банкинг не очень развит. Там, Индонезия, да, Вьетнам, Малайзия, и там везде все свое, да, и уровень защищенности там бывает лучше, бывает хуже, очень-очень разный, вот, потому что там многим компаниям вообще не до кибербеза. Поэтому я бы сказал, что Россия сейчас в чуть более выигрышном положении, потому что вот все эти, так называемые, русские хакеры, да, я здесь в кавычках их беру, они начинали в России, и Россия была для них что-то типа детской площадкой, да, то есть огромное количество APT, которые сейчас есть, и которые там гремят по всему миру, они начинали как, ну, какие-то ребята прямо из РФ, да, и скам был, ну, и вообще фрод был в самом РФ, и потом они уже перепрофилировались, там, слились группы и прочее, прочее. И из-за этого, так как Россия была такой, в общем, таким детским садом, уже огромное количество схем и вещей было отработано в России, и люди уже к этому всему готовы, и они защищены, да, а только сейчас это приходит сюда, да, и есть огромное количество схем, которые в России уже полностью забороли, технически в том числе, а они, например, и до сих пор работают в Сингапуре, да. Правда, сумма ущерба здесь намного выше, ну, потому что людей просто больше денег. И поэтому, ну, и так, и так, и так, и так, все зависит напрямую от страны, от ответственности владельца бизнеса, от того, насколько он готов тратить деньги на кибербез, могу уверенно сказать, что без работы мы не останемся. К счастью или к несчастью, как посмотреть. А вот группировки эти, сейчас с войной там эти, Killnet, Anonymous всплыли, но Anonymous, в принципе, всегда были, но я не считаю их какой-то, мы и с тобой обсуждали сколько раз, что это не какая-то группировка, это такое хактивистское движение, наверное, больше, где половина малолеток, половина кого-то, и тут Killnet всплывает, какой-то русский хакер, которые с ботнета вообще начались, задосили мой сайт для привлечения внимания на рутере и написали об этом, ну, мой сайт новостник задосит на Wordpress, ну, это вообще, да, наверное, сверхквалификацию какую-то нужно иметь, внимание мое обратили, лишились своих сайтов почему-то, вот, ну, как-то так произошло, карма какая-то настигла, да, очень быстро, и вот начинается запад, типа, в лице Anonymous выступает, русские уже выступают в лице этого Killnet, вот, что ты про эти такие, не знаю, шуточные или не шуточные противостояния можешь сказать со стороны? Да, на самом деле ничего, да, ну, это какой-то детский, в общем, какие-то детские игры, да, потому что оно, ну, вот эти все дедосы, утечки, я не всегда даже я могу понять, кто выгодоприобретатель на самом деле, да, для меня это все выглядит, как какое-то развлечение людей, да, каких-то, ну, увлекающихся, не более того. Естественно, какая-то политическая ангажированность, она может иметь место, да, и, опять же, идейное, вот, но прямо чего-то сверхъестественного пока что в киберпространстве я такого не наблюдаю. Но, опять же, я не самый релевантный источник, да, так как я сейчас далеко, далеко от России, и у нас здесь, скажем, там, своя специфика, да, здесь самый большой страх вызывает Китай и Северная Корея, да, ну, по понятным причинам. Северокорейцы, например, вообще здесь весь регион держат в ужасе, особенно крипту, да, потому что взламывают крипту, ну, то есть в Северной Корее исторически проблема с валютой, у них же там не могут где-то ее брать, да, а тут очень удобно, они крадут, они очень заинтересованы в крипте, потому что на крипту они могут покупать очень много чего, ну, это прям такая настоящая валюта, и взлом криптобирж от Лазаруса, он просто огромный, да, то есть там, я думаю, что речь уже идет на сотни миллионов долларов. Здесь как бы свои, свои страшилки, свои такие пугало, вот, все, все боятся, что их взломают там какие-нибудь те же Лазарусы или еще кто-нибудь. А как изменилась деятельность вашей компании, вот, с началом войны, да, вот, потому что поисключали же, ну, или как-то ограничили ту же Россию в деятельности Интерпола, Европола, то есть стало ли сложнее расследовать киберпреступления, потому что вы же все в связке работали. Да, нет, 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 ничего такого, то есть на самом деле условно, тут нужно понимать, что Илья, он в этом смысле невероятный человек, что он там предвидел, да, многие вещи, и я думаю, что предвидит сейчас, вот, кстати, там, опять же, кто, кто заинтересован в его судьбе, там, меня очень часто спрашивают в комментариях, да, у меня, опять же, какой-то новой информации нету, да, я рекомендую всем читать его соцсети, от него начали приходить письма, да, то есть с огромной задержкой, но они приходят, он там пишет свои мысли, и, наверное, там, какой-то большей информации даже я не обладаю, процесс закрытый, никакой информации, вот, с того момента, в сентябре, ничего нового не появилось, скупые комментарии адвокатов, которые тоже по подписке, да, и, ну, вот письма, письма от Ильи, так вот, Илья, как и говорил, он такой предвидец, да, и провидец, и он очень хорошо представлял и представляет, что происходит в мире, и в том числе сразу было понятно, что учитывая то, что любые, ну, любые хакерские вещи, они всегда были определенным образом завязаны на противоречие политические страны, да, единственный способ быть компанией по кибербезопасности, это быть нейтральной ко всем политическим аспектам, мы это начали делать задолго до вообще всех этих событий, там, условно, наш сингапурский офис, да, ему вот недавно исполнилось три года, скоро уже будет там очередной, то есть было там юрлицу, скоро будет открытие офиса три года, вот, за это время мы открыли офисы в Амстердаме, в Дубае, продолжаем открывать. А наиболее перспективные рынки какие вы видите сейчас? Да, на самом деле все, да, то есть все, это и Китай, и Штаты, и Южная Америка, везде все атаки, они, в общем, никуда не деваются, они будут везде происходить, ну, разве что, а в Африке тоже много атак, но у них платежи по способности просто тяжело, а так там тоже есть, есть чем, что защищать, что строить и так далее. Сейчас вот я там, как раз, да, с момента своего переезда, вот, практически, для сегодняшнего момента, я работал над нашим новым офисом, мы переезжаем в офис, который там в три раза больше, да, здесь, в Сингапуре, там, продолжаем нанимать местных и расти, да, и потому что нам уже просто, у меня вот сейчас в офисе, я в пятницу последний раз был, у меня буквально заняты все рабочие места, да, и даже переговорки, вот, и просто некуда сажать уже людей, но благо в конце мая у нас переезд в новый офис, ну, точно так же и со всеми остальными, да, нашими офисами, то есть растем, набираем местных, проецируем, да, то есть наш подход какой, мы, ну, у нас есть вот опыт российского группы IB, мы берем каких-нибудь тим-лидеров, да, которые носители нашей культуры, как мы работаем там в каждом департаменте, перевозим их в новую локацию, где они нанимают местных и обучают их нашей культуре, нашему там умениям, экспертизе и подходу, да, подходу к борьбе против киберпреступности вне зависимости от там, страны происхождения, страны происхождения жертвы и так далее. Тут нужно понимать, что киберпреступники, они при этом не дремлят, да, то есть какой бы бардак ни происходил в мире, они точно так же атакуют компании, людей по всему миру, зарабатывают на этом деньги, количество инцидентов, оно не снижается, да, оно, в общем, стабильно такое же и защищать наших заказчиков приходится все так же по всему миру. А как твои личные доходы изменились с переездом? Ну, понятно, что ты, по сути, тебя повысили в должности, ты там уже руководитель крупный, но и страна в то же время сильно дороже, да, вот как личные твои доходы не увеличились, если увеличились там в два, в три раза или относительно дороговизны страны это все нивелировано? Смотри, ну, самое дорогое это съем жилья, да, то есть это как бы отъедает огромное количество. Ну, сколько ты платишь за квартиру в долларах США? Смотри, сейчас, у меня просто все цены в сингапурских долларах, да, вот, условно, здесь, ну, жилье, оно разное по количеству, по количеству комнат, вот, и жилье есть что-то типа наших обычных квартир, это называется, HDB, и есть кондоминиумы, это вот как раз где я живу, да, там у меня на заднем фоне, может быть, когда еще не было заката, был виден бассейн, то есть это такие ЖК, как в России, жилищные комплексы, закрытые, да, и в которых внутри есть там тренажерка, бассейн, всякие там, в общем, места, допустим, для, там, не знаю, игр, ну, и так далее, то есть, и туда не может пройти посторонний, вот, HDB, они подешевле, конда, они подороже, условно, сейчас еще в Сингапуре поднялись цены на недвижку, вот, есть много причин, цены на стройматериалы, и то, что там не успели HDB построить некоторые, но, я могу дать ориентиры, то есть, ванн-бедрум, ванн-бедрум-квартира, это для, по российским меркам, двухкомнатная, то есть, это гостиная и спальня, да, здесь, как в Америке, считается это количество спален, всегда есть кухня и гостиная, но иногда, вот, сколько спален, столько у тебя и это, ванн-бедрум может стоить около, если в кондо, около 3000 сингапурских долларов, ту-бедрум, соответственно, может стоить где-то 4,5, ну, а три-бедрум может стоить там 7, 7,5 и так далее, по квадратам, если говорить, это знаешь сколько, 3000 сингапурских долларов, допустим, это 2000, короче, 60 долларов, я вот в Москве 1600 плачу за такое же, как ты говоришь, 2100, там и 1600, ну, короче, 500 долларов разница, дороже на 500 долларов, да, и, ну, соответственно, ну, еще коммуналка, здесь подороже, да, там, условно, я платил, не знаю, за электричество, там, полторы тысячи рублей в месяц, а здесь нужно платить 15, да, если в рублях это считать, вот, ну, электричество, электричество дорогое, электричество закупается в Малайзии, ну, газ, газ не очень, бензин, бензин здесь сильно подорожал, но иметь машину в Сингапуре невероятно, ну, это просто нереально, про нее можно прям смело забыть, поэтому, скажем, если мы говорим про продукты, то в какой-то момент, вот зимой, я могу сказать, в декабре, я сравнивал со своими знакомыми, как раз перед Новым годом, мы сравнивали, и получилось, что в Сингапуре продукты дешевле, чем в Москве, но еще курс, курс был тогда не такой, да, хотя сейчас курс снова вернулся, да, сейчас курс снова вернулся, и сейчас я думаю, что здесь снова цены на продукты недорогие, покушать, например, да, я хожу там, ну, на обед, да, покушать там обычной еды будет стоить 6 сингапурских долларов, я, значит, курс сейчас около 50 рублей за сингапурский доллар, то есть, условно, это там 300 рублей, да, ну, что вполне сравнимо с, московскими ценами, поэтому уровень доходов, конечно, выше, наверное, основное, ну, основной, как бы, минус любых таких дорогих стран, там, что Сингапура, что, я уверен, допустим, Калифорнии, да, в том, что ты, конечно, зарабатываешь по российским меркам очень много всего, ну, и как бы, если жить на арендованном жилье, ну, как бы, уровень жизни, конечно, выше, да, и, опять же, качество жилья тут высокое, там, в России, чтобы снимать ЖК, где у тебя будет свой бассейн, ну, и который, вот, работает постоянно, это, я не знаю, сколько стоит, наверное, очень дорого, тут вопрос-то в том, что, условно, купить квартиру, например, или машину, здесь намного менее возможно, чем в Москве, да, потому что там, вот, квартира, вот, One Bedroom Condo, да, о котором я тебе сказал, которая стоит 3000 сингапурских долларов, сама стоимость квартиры может быть где-то миллион 200, миллион 300, в Сингапуре, да, то есть, сингапурских долларов, да, 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 то есть, миллион, миллион американских условно, да, миллион американских долларов, там, машины, например, здесь самые простые, там, могут стоить 100-120 тысяч долларов, это, там, уровень Рио, Кио Рио, там, или полу-седана, но тебе нужно еще приобрести лицензию на машину, она приобретается на 10 лет, она стоит 90 тысяч, то есть, 90 тысяч лицензия, и еще около 100 тысяч машина, ну, то есть, около 200, чтобы купить тачку, которой ты можешь владеть 10 лет, после 10 лет у тебя будет вопрос, либо продлевать эту лицензию, за еще большие деньги, либо, машину ты сдаешь специальную, ты не можешь на ней перемещаться, вот, такси, рынок такси, как устроен, то есть, дешевое, но достаточно... Такси недорогое, такси недорогое, то есть, там, самое дорогое такси, там, через весь остров обойдется в 20-25 долларов, это примерно, ну, тысяча, там, 1200 рублей, ну, и надо понимать, что сам Сингапур, да, он небольшой, то есть, там, Сингапур правильнее всего сравнивать с Питером, да, то есть, и по площади, то есть, это вот, скорее, питерская тема, здесь 5, 5 миллионов 700, по-моему, тысяч человек, ну, и по площади оно сопоставимо, там, с Питером и немножко Ленинградской области, поэтому, там, пересечь, да, страну нормально, здесь есть местная авито, да, местная доска объявлений, карусель называется, я покупал, не помню уже что-то, что-то, какую-то электронику, а, нет, я продавал, 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 продавал какую-то электронику, по-моему, айпад, и человек написал, мне придется ехать к тебе через всю страну, и когда он это написал, я себе представил, что ко мне человек из Владивостока едет, но нет, через всю страну, здесь это, там, типа, 20 минут на такси. И давай про крипту, да, потому что много всяких схем в крипте, вкратце по ней пройдемся, и если будет интерес у наших зрителей, у моих и твоих, в дальнейших выпусках ее просто развернем, схемы, которые возникли, и которые вам сейчас приходится расследовать, в связи с кражей крипты, и всякими мошенническими схемами вокруг нее же. Слушай, первое, это предложение, которое мимикрирует под настоящие, да, это прям был бич маков и макоси, то есть есть какая-то биржа, и просто делают приложение, которое выглядит как настоящее, и распространяют с таким же дизайном и так далее, через левые сайты. Ну, звучит глупо, да, на самом деле, но куча народа попадается, просто, ну, смотрит, значок такой же, скачивает себе на мак, да, именно прям, ну, что мак-пользователи, они более расслаблены. Само приложение, оно же не вредоносное напрямую, да, оно просто похищает там все твои логины, пароли, ключи, и все, ну, перехватывают доступ к той бирже, к настоящей. И по этой причине они проходят модерацию в App Store, да, потому что они не влятся... Они не через App Store, они не через... Это мак, да, то есть они распространяются в виде dmg там файлов, например, да, или pkg, то есть они не в App Store, не через App Store. Ну, собственно, на самом деле, и легитимные биржи далеко не все в App Store представлены, чем, собственно, злодеи и пользуются. Это прямо вот номер один, на что бы я обратил внимание всех, кто работает с криптой, особенно там на серьезном уровне, да, во-первых, я рекомендую это делать на Mac SM1, вот, а во-вторых, как бы очень внимательно смотрите, что вы делаете, ну, откуда вы качаете все эти приложения. Второй момент – это вредоносные расширения для браузера, да, то есть, опять же, есть биржи, где у тебя, допустим, для хрома есть расширения, и вот эти расширения, здесь два момента. Первое – другие расширения, которые стоят в этом же браузере, которые могут повлиять на это, да, то есть они могут, допустим, вдвоем заходить на одну страницу, и второе – может красить с этой страницы данные. То есть у вас есть легальное и плохое приложение, а второе – просто – вот они иногда проходят, как раз модерацию хром веб-стора когда я просто фейковые просто фейковое расширение и даже я такое встречал что опять же как обычно это бывает выкупают рекламу там google adsense яндекс директ что вредоносные расширение они выше чем в поисковой выдаче чем реальные находятся поэтому второе же совет будьте супер аккуратны с установкой расширений браузеры да вообще учитывая что эти расширения могут влиять друг на друга до желательно для для крипты использовать какой-то отдельный браузер да то есть ну ты там стоит только одно расширение если уже если уж даже этим пользоваться по поводу всяких холодных кошельков и вот всех этих заморочек она может почему бы и нет да но я бы просто опять же и минут я медустройства до отдельные там есть куча разных брендов некоторые там безумно дорогие некоторые нет а тут вопрос просто в том что нужно помнить что в любом случае если вы подключаете потом это хранилище какому-то компьютеру да и там его распаковывать у вас самой уязвимой точкой будет все тот же самый компьютер ну если вы не боитесь что кто-то физически вас отберет это устройство то все равно так или иначе там ноутбук или компьютер остается наиболее наиболее уязвимой точкой второй момент это сам человек да потому что даже если у вас маг со всеми обновлениями но вы ставите в реносную программу который вы отдаете все ключи и там все токены все логины пароли и еще второй фактор вводите ну тут уже ничего не поделать тут только бдительность спасает еще еще один момент я встречал опять же если про крипту говорить что ну там люди состоятельные они не очень понимают в этом и они отдают это на внешнее управление да и вот было такое что там человека ноутбук со всеми кошельками всеми делами и он управляется через steam вивер там человек приходит и трейдер условно да и играет да вот она не на бирже то есть там часть кошельков они как это самое но полностью установлены со всем блокчейном на сам ноутбук он просто выводит оттуда сколько-то там что-то проводит забирает обратно вот и были примеры когда просто удаленную доступ взламывали да вот удаленный доступ взламывали и там выводили все возможно кто-то продавал его да там из трейдеров ну то есть тут вы естественно всегда это возникает вопросы да там один человек знал пароль не от него ли это утекло опять же да тут уязвимая точка это собственно само удаленное управление тоже нужно быть с этим аккуратным сейчас была схема что метамаск например кошелек да ну в виде там того же браузерного разрешения ли чего угодно расширение ли чего угодно при включенном копирование кратчан way cloud сливался сливал свою копию way cloud и просто нужно было это отключать потому что охотились прям за и клаудами вот людей у которых много крипты потому что метамаск полностью себя по сути туда и копировал ну вот ребята таким был второй выпуск сергеем никитиным напоминаю канал о киберлик без в описании видоса залетайте там много всего полезного и пишите ему на какие темы снимать чтоб он чаще нас радовал и не забивал на свой прекрасный канал и пишите какие еще вопросы нам стоит обсудить следующих выпуска да какие инциденты конкретные какие схемы кражи крипты про что вам рассказать я просто сергеевичу заранее скину и мы более предметно уже будем отвечать в ходе каких-то там ежемесячных созвонов на ваши вопросы обнимаю сам пока серёжа спасибо рад видеть был очередной раз взаимно 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 это люди про расскажу тебе тысячу схем помножить на два сделать профит я давно был и есть на слуху теперь я сижу тебя напротив это наш мануал по которому кто-то решит заработать это люди про только твой мой жизненный опыт это люди про это люди про